Предприятия общепита Саратовской области, да и не только Саратовской области, испытывают, конечно, колоссальный стресс в 2020 году. Мы не работали пять месяцев. Полноценно начали работать только в сентябре. Буквально один месяц мы работали. И, соответственно, правительство, Саратовское правительство, издало указ о том, что ограничительные меры вводятся в режиме работы общественного питания до 21 часа. Конечно, это для нас следующий стресс. Конечно, для нас это очень тяжело в связи с тем, что выручка упала на 60%. Нам очень сложно держать людей. Очень сложно держать персонал, поваров. Повара мало того, что они теряют квалификацию. Существует проблема оттока в настоящее время, оттока людей. Другие люди, не выдерживая падения заработных плат, меняют просто профессию. Почему по всей стране ограничили общий ПИД до 23, а мы в нашем регионе отличились, ограничили общий ПИД до 9 часов. Я вчера общался с гостями, им тоже непонятно, почему они приезжают домой где-то в 6 часов, пока искупаются, пока приведут в порядок и идут поужинать со своей семьей к 8 часам. А в 9 часов мы уже просим их покинуть наше заведение. Ему непонятно, почему в местах, где не такое большое скопление людей, и все соблюдается в плане дезинфекции, можно работать до 9, а, например, в тех же самых лентах, магнитах, где в десятки раз людей больше, там разрешается работать чуть ли не круглосуточно. С введенными вами ограничениями, к сожалению, мы теряем клиентов, мы теряем выручку, мы теряем возможность содержать наш персонал. Как следствие, отток молодых перспективных ребят из Саратова в большие города, в Москву, в Питер. То есть теряем не только мы, как бизнес, но и теряет город молодых и перспективных ребят. Кафе и рестораны – это такая большая, неотъемлемая часть города, которая делает его уютнее, делает его лучше. Это большая, значимая сфера, в том числе и для туризма. Уничтожить все легко, тяжело сохранить. Мы очень просим вернуть режим работы до 23.00, как, в общем-то, сделали везде по всей нашей стране, потому что этот режим до 21.00, он не играет особой роли. Вот эти два часа для распространения вируса никак не скажется, а для отрасли это самые пиковые часы работы. Это очень важно как для персонала, так и для наших гостей, потому что наши гости, как правило, заканчивают работать в 7-8 вечера, и, соответственно, они к нам никак не могут попасть. Сейчас сложное время со всей этой эпидемией, но давайте не будем усложнять ситуацию еще и без того сложную на нашем рынке, потому что мы только-только начали отходить от общего локдауна, который произошел в марте. У меня большая просьба к властям поддержать предпринимателей. На самом деле, на самом деле, мы потеряли гостя на 70%. Это реально так. Мы потеряли выручку, соответственно, страдает наш персонал, потому что мы планируем сократить им рабочий день, соответственно, урезать зарплату. Я прекрасно понимаю свой персонал. Это молодые люди, которые снимают квартиру, у которых ипотека, у которых кредиты, которым нужно кормить свои семьи и детей. Я на самом деле сейчас прошу больше даже за них, чем за себя, потому что просто взять и потерять персонал я сейчас не могу. Также за те 5 месяцев, за те 5 месяцев, которые мы были в пандемии, мы пострадали катастрофически. Я могу вам честно сказать со своей стороны, со своей стороны, что я продала даже квартиру родителей, чтобы рассчитаться с персоналом, чтобы рассчитаться с поставщиками, закрыть какие-то коммунальные услуги. И поверьте, поверьте, до сих пор, до сих пор мы в очень больших долгах, в очень больших кредитах, за которые до сих пор не можем рассчитаться. Общепит Саратова теряет и выручки, и людей, в плане и гостей, и сотрудников. Мы очень сильно страдали в первую пандемию, очень много потеряли сотрудников, очень много потеряли, конечно же, денег, но тут речь не об этом, а в первую очередь, наверное, о команде, которую мы создавали, потому что мы относительно молодое заведение. Хотелось бы все-таки обратить внимание на господина Собянина, который решил не закрывать заведение, ввести QR-коды для гостей, усилить контроль за соблюдением вот этих вот мер всех, потому что, ну, на самом деле это человечно, я думаю так, ко всем и предпринимателям, и гостям, и к людям нашего города. Мы на данный момент соблюдаем все вот предписания Роспотребнадзора, то есть которые были изначально, то есть у нас есть все, маски, перчатки, сотрудники, гости, мы там температуру измеряем, дезинфицируем, ведем журналы, ну, то есть делаем все, и максимально будем продолжать это делать. Сегодняшняя проблема, наверное, уже проблема двух недель, общепита Саратской области, и это режим работы. Понимаем трудности в мире, трудности в стране, трудности в нашем регионе конкретно, с заболеванием коронавируса, который от нас не отступает. Это так, но жизнь продолжается, и нам надо работать. И мы выступаем от лица всех предпринимателей, общепита Саратской области. Мы просим нашу саратскую власть, Романа Бусургина, Валерия Радаева, Продлить режим работы с ограничением до 23 часов. Не до 21, как сегодня, это главная загвоздка в нашей работе. Много негатива, много проблем, которые мы уже почувствовали за эти две недели. И мы общепитом саратской области собираемся, и этот вопрос обсуждаем. И просим еще раз эту проблему нашу решить.